Владимир Гриньков Шоумен Пирамида Баксов Люди вовсе не так плохи, как о них порой думают. Они гораздо хуже. Это не я сказал. Это сказал Илья Демин, наш администратор. Такое вот у него отношение к роду человеческому. И к жизни вообще. На жизнь он смотрит циничным взглядом человека, знающего реальную цену всем и вся. Он считает, что имеет на это право, потому что витать в эмпиреях и благодушевствовать у дел мой и Светланы. Мы, как люди творческие, еще можем позволить себе заблуждаться, а вот Илья, как администратор, ни в коем случае. Потому что ему все нужно организовывать и за все платить. И в той реальной жизни, где он вращается, где люди часто грубые и вороватые, где без крика, понуканий и матерных слов никакое дело не сдвинется с места, по-другому просто нельзя. На нас со Светланой Илья иногда посматривает, посмеиваясь. «Эх, интеллигенция!» — говорит он нам. «И на что только таких неприспособленных мамы с папами рожают?» Мы вяло грызаемся в ответ, потому что спорить с ним бесполезно, да и незачем. Мы знаем, что без нас, без интеллигентов, не было бы нашей всенародно любимой передачи «Вот так история», передачи по рейтингу, опережающей все прочие на нашем телевидении. «Я до сих пор не знаю, почему людям так нравится смотреть сюжеты, снятые скрытой камерой. Сюжеты, в которых какой-нибудь человек, попавший в подстроенную нами ловушку, испытывает маленькое, а иногда и не такое уж и маленькое, потрясение, и когда мы этот сюжет пускаем в эфир, телезрителей от экранов за уши не оттащить. Все дело в том, родная вы моя интеллигенция, что людям приятно наблюдать за мучениями ближнего, находясь при этом в своей уютной квартирке, объясняет нам, недотепам, знающий жизнь, Демин. В присутствии посторонних они еще и посочувствуют и пожалеют бедолагу, а вот в своем жилище, где их никто не видит, с интересом наблюдают за чужими злоключениями и от удовольствия пускают слюни. Вот такой он человек наш, Демин. Мизантроп, человек и ненавистник. Мизантропом его назвала наша Светлана. Хотя справедливости ради надо сказать, что порой отношение Ильи к жизни и окружающим нас людям помогает сделать неплохую программу. Это я не о том, что он, как толковый администратор, всегда обеспечивает съемку, и все будет готово точно в срок, если даже за окном бушуют природные катаклизмы или еще какие несчастья обрушиваются на нас. Я о том, что Илья иногда подсказывает нам какой-нибудь ход, благодаря которому снимаемый нами сюжет вдруг становится привлекательнее и смешнее. Так было во время недавней съемки. Мы вышли на семью. Славную, интеллигентную, в которой выросла и расцвела чудесная девушка Танечка, такая же красивая, как ее мама, и такая же умная, как папа. Или наоборот, это совсем не важно в данном случае. У Танечки появился друг. То есть не друг совсем, а гораздо иначе, как выражается порой наш Демин. Это была первая настоящая Танечкина «любовь». Дело уже зашло так далеко, что девушка решилась представить своего более чем друга родителям, чего никогда прежде наделать не осмеливалась, что подсказывало, дело явно идет к свадьбе и долгой, и счастливой семейной жизни. И вот тут-то мы решили вклиниться в процесс. Мысль такая нам пришла в голову не сама по себе, а с подачи Танечкиных родителей, людей не без чувства юмора. Встречу с потенциальным зятем они решили сделать незабываемой, такой, чтобы и через 30 лет было что вспомнить. А что может быть лучше, чем привлечь к участию в этом негромком, в принципе, семейном событии создателей самой любимой народом телепередачи? «Значит, розыгрыш!» Мы готовы были поучаствовать и отснять очередной сюжет, но что-то у нас забуксовало, не было изюминки, чего-то такого, ради чего только и стоило затевать съемку. Мы крутили эту придумку и так, и эдак, и каждый раз убеждались не то. А выручил нас Демин? «Ну вы даете!» — сказала нам, узнав о наших сомнениях и трудностях. «Девушка у вас утонченная, ее молодой человек — тоже рыцарь до мозга костей, так вот и шарахните ему по мозгам суровой правдой жизни. Ткните его носом самое то, пускай его аж заколбасит». Вот чем хорошо с такими людьми, как Илья, дело иметь? У них все по-простому, без сантиментов. И это здорово выручает жизни, если разобраться. Танечка была утонченной девушкой тургеневского типа. Тихой, скромной, с добрым взглядом умных глаз. Легкий румянец на щеках, трогательный завиток волос и громкий голос, в звуках которого слышится нежный перезвон колокольцев. Ее избранника звали Кириллом. Студент-отличник, фанат интернета и неоднократный победитель городских шахматных олимпиад. Тихий и очень домашний мальчик. Я видел его на фотографии. Таких в школе обычно называют ботанами или ботаниками. Беззлобно над ними подтрунивают, но всерьез почти никогда не обижают, поскольку именно у таких ребят всегда можно списать без особых проблем и не откажут, и можно быть уверенным, что списываемое выполнено на пятерку. У нас все было готово к съемкам. Танечке предстояло привезти своего избранника в квартиру, где мы установили видеокамеры. Обычная хрущевка с совмещенным санузлом, окно выходит прямо в кухню. Стекло мы поставили зеркальное, так что из кухни ничего не рассмотреть, а с противоположной стороны снимай на видео все происходящее в свое удовольствие. Именно на кухне и должны были состояться главные события этого непростого для Кирилла дня. То, что день для него будет непростым, он, конечно, знал, но чтобы настолько непростым, об этом он даже не догадывался. И тут уж все было совсем как в настоящей жизни. Всегда ли мы знаем, что нас ждет уже через минуту, через час или три часа? Судьба, она, судьба и есть. Каждая новая секунда прожитой жизни дарит нам какое-то открытие. И Кирилла тоже ждали сюрпризы, только он пока об этом не знал. Волновался, конечно, но старательно не показывал виду. И Танечка держалась. Хотя ей кажется, было даже труднее, поскольку она знала о предстоящем подвохе. Не в подробностях, естественно. Светлана предварительно провела с ней необходимую работу. «Вы приведете вашего Кирилла в эту квартиру, и что бы вы там не увидели, вы ничему не должны удивляться», инструктировала Светлана девушку. «Что бы там ни происходило, вы должны воспринимать это как должное. Договорились?» Танечка послушно кивала в ответ, а в ее глазах все яснее нарастало беспокойство. Она уже знала, что вместо ее родителей в той квартире, которая совсем не ее, Танечкиной семьи, квартира, будут чужие люди. И этих чужих она должна принять за своих. Но почему все должно идти именно так, а не иначе, ей не объяснили. Родители сказали только, что так надо. А поскольку Танечка была девочкой послушной, ей ничего другого не оставалось, как подчиниться. Прежде чем предстать перед родителями своей возлюбленной, Кирилл купил букет цветов. Танечка в выборе букета не участвовала, молча стояла рядом и переживала. «Как ты думаешь, твоей маме понравится?» спросил Кирилл. «Маме? Моей? Ой, не знаю». «Да не волнуйся», мягко сказал Кирилл. Он взял Танечкину руку в свою и нежно ее поцеловал. Чтобы отвлечь Танечку хоть немного, Кирилл заговорил с ней о творчестве художника Магрита. «Ты взгляни на этот сквер», предложил он. «Деревья неестественно темные, почти черные, а над ними синее-синее дневное небо, как владычество света Магрита. Ты не находишь?» «Да, еще бы там фонарь поставить». «Помнишь, там есть фонарь?» «Помню». Они дошли до дома, где все как раз и должно было происходить. Тут уж Танечка разволновалась не на шутку. «Я хотела тебе сказать», пробормотала она неуверенно. «Все будет хорошо», бодро ответил ей Кирилл. «Излишне бодро». «Может, не сегодня?» Попыталась уберечь его от предстоящих переживаний девушка. «Но почему же?» С прежней неестественной бодростью отозвался Кирилл. Он рвался в бой, а мы его уже поджидали. Танечка судорожно вздохнула и обреченно замолчала, осознав, наконец, что изменить что-либо, она уже не в силах. Поднялись на нужный этаж. Танечка нажала кнопку звонка. Кирилл внутренне подобрался и выставил букет перед собой, как будто пытался прикрыться цветами. Дверь распахнулась. На пороге стояла добротная тетка в давно не стиранном халате и бигуди. У Танечки вытянулось лицо. Кирилл этого даже не заметил, поскольку растерялся. Танечкину маму он представлял себе совершенно иначе. «Ой!» сплеснула руками тетка в бигуди. «С цветами!» «Молодец!» выхватила из Кирилловых рук букет и умчалась куда-то вглубь квартиры. Кирилл растерянно переступил порог и оказался в прихожей, в которой с потолка совсем по-деревенски свешивались косички золотобоких луковиц, а вещи были разбросаны в беспорядке и вдобавок пахло пылью и кислыми щами. «Танькин хахаль пришел!» Тараторила где-то в глубине квартиры женщина, нисколько не беспокоясь о том, что ее слова слышны и в прихожей. «Глянь, какой букет мне притащил! Может, богатый?» В последней фразе явно угадывалась надежда. Кирилл посмотрел на Танечку. Танечка прятала глаза и стремительно пунцовила. «Давай его сюда, жениха этого!» — пробосил мужской голос. «Сейчас познакомимся!» Интонация была такая, что Кириллу, кажется, уже захотелось развернуться и уйти, но уйти он не успел, потому что тетка в бегуде стремительно ворвалась в прихожую, ухватила Кирилла за руку и увлекла его за собой. «Мы сегодня немножко не в духе!» — сообщила она в полголоса. «Так что вы уж осторожненько!» Танечка бессловесной овечкой плелась за ними следом. Обладатель выразительного баса обнаружился на кухне, и почти все пространство той кухни он один и занимал. Такой был огромный. Шкафоподобный мужик двухметрового роста с большим пивным животом, в драной майке и заношенных спортивных штанах с оттянутыми коленками. Он как раз только что встал из-за стола, на котором присутствовали початая бутылка дешевой водки, давно немытый стакан, надкусанная луковица, краюха высохшего хлеба и две курицы, совсем неживые и уже даже ощипанные. Их вполне живой собрат петух важно прохаживался по полу, но что-то подсказывало, что ходить ему осталось совсем недолго. Танечка, которая только что впервые увидела своего папу, испытала немалое потрясение. Все происходящее мы снимали из своего укрытия, из-за зеркального стекла. Я стоял рядом с нашим оператором и видел выражение лица девушки, но на нее, к счастью, никто не обращал внимания. Кириллу, например, совсем не до Танечки сейчас было. «Ну чё?» сказал папаша. «Знакомиться будем?» И протянул Кириллу свою ладонь лопату. Его жена в это мгновение за спиной муженька ухватила початую бутылку водки с явным намерением спрятать ее куда-нибудь подальше, но не успела. Папаша отдернул руку, которую уже готов был пожать Кирилл, собрал ее в кулак, и тот кулак поднес к носу своей супруги. «Видела?» «Поставь на место!» Женщина смотрела на тот кулак как завороженная, и Кирилл тоже. Размеры кулака его впечатлили. «Вам знакомо выражение «пудовые кулаки»?» «Сразу представляется, они такие огромные, размером чуть ли не с человеческую голову, таким кулаком ударить по столу и в стол развалится. Представили?» «Так вот, у мужика были не пудовые, а двухпудовые кулаки. Ими можно было запросто забивать в грунт бетонные сваи. Что-то такое об этих кулаках женщина знала, наверное, потому что как загипнотизированная, не спуская с тех кулаков взгляда, медленно вернула бутылку водки на стол. «Будем знакомиться», — как ни в чем не бывало произнес мужик, и снова протянул Кириллу ладонь, лопату. «Аглоедов моя фамилия, отчим я этой дурехе!» Последовал кивок в направлении совершенно деморализованной Танечки. «А ты хахали ее очередной, да? Папа!» — пискнула протестующая Танечка. «Молчать!» — рявкнул Аглоедов. В шкафчике звякнула посуда. Петух испуганно метнулся в угол и спрятался за переполненным мусорным ведром. «Разговорились, бляха-муха!» — громыхало серчавший Аглоедов. «Я вас научу полетесу!» Кирилл смотрел на него со все возрастающим волнением. Ничего подобного он увидеть не ожидал. Проведя воспитательную работу в возглавляемом им коллективе, Аглоедов несколько успокоился, хотя градус его настроения, как было видно, так и не возвратился из зоны отрицательных величин. «Ну, рассказывай!» — сказал он хмуро, обращаясь к Кириллу. «А ч чём?» «Ты чё, заикаешься?» — неприятно удивился Аглоедов. «Нет, это я сегодня в первый раз». «Ты смотри у меня!» — туманно погрозил Аглоедов. «Не балуй, в общем!» «Так ты кто?» «Кирилл?» «Я вижу, что не Просковья. По жизни ты кто? Приторговываешь? Или, может, в автосервисе?» «Я учусь». «Студент?» «Студент». «Ну надо же!» — сказал Аглоедов, впервые за время общения проявляя интерес к собеседнику. «На кого учишься?» «Буду специалистом по индоевропейским языкам». «Переводчиком, что ли?» — не поверил в близкое счастье своего собеседника Аглоедов. «Нет, теоретические изыскания». Судя по выражению лица Аглоедова, он так и не понял, что там к чему, но суть, как оказалось, ловил верно. «Понятно». Протянул он стремительно на глазах мрачнее. «Ученые-моченые. Конференции, диссертации, дырявые сапоги у жены и детки, которые никогда не видят шоколадных конфет, потому что папка у них носит шляпы и очки, и если разобраться, то он самый что ни на есть никчемный человек, даром что образованный». «Ну хватит!» — пискнула Танечка. «Цец!» Осерчавший Аглоедов плеснул стакан водки, заполнил его до краев, махнул водочку одним залпом и закусывать не стал. Наблюдаемая картина произвела на Кирилла неизгладимое впечатление. «В общем, все понятно», резюмировал Аглоедов. «Кормить вас придется до конца дней своих». Вздохнул и жал кулаки. Его жена предусмотрительно втянула голову в плечи и на всякий случай перестала дышать. «Вот ты мне скажи», вдруг задушевно произнес Аглоедов, которого уже стала пробирать выпитая водка. «Чего вас всех в эту науку тянет? Во все эти индийские языки, которые ты учишь, или как их там называют?» «Индоевропейские». «Да плевать мне!» махнул своей лапищей Аглоедов, отчего по кухне пробежал легкий ветерок. «Вот чего вы все честно трудиться не хотите?» «Как наш папочка!» заискивающе подсказала из-за его спины женщина. «Вот эту курицу!» Аглоедов взял куриную тушку и ткнул ей Кириллу прямо в лицо. «Я честно заработал. Да, я на Рижском рынке, по мясу в смысле, рубщиком в общем. Я университетов не кончал, но на столе всегда есть что покушать. А если бы я по научной части пошел, к примеру, так семья б с голоду подыхала. А вот Танечке мы все-таки дали образование». Счастливо закатила глаза женщина. «Далее...» не разделил ее счастье мрачный Аглоедов. «На свою голову!» Он так расстроился, что одним махом выпил еще стакан водки. «Что ж он делает?» запаниковала Светлана, которая стояла рядом со мной в укрытии. «Напьется и сорвет съемку!» «Ладно...» «Прокормим как-нибудь...» сказал со вздохом Аглоедов. «Ты хоть его любишь, пентюха этого!» спросил он, обращаясь к дочери. Танечка, совершенно деморализованная, только кивнула в ответ. «Главное, чтоб жили душа в душу!» все с тем же мрачным видом произнес Аглоедов. «А не то я устрою вам райскую жизнь!» С этими словами он на глазах у Кирилла легко оторвал курицу голову и, не глядя, швырнул ее в мусорное ведро. Его жена при этом явно уменьшилась в росте. Несчастная женщина, как казалось, с радостью покинула бы место происходящих событий, но в силу каких-то причин не смела этого сделать. Кирилл выглядел неважно. Он жил совсем другой жизнью, нисколько не похожий на ту, которую он сейчас наблюдал. В той знакомой ему жизни были абонементы филармонию, непременные подарки к Рождеству, белоснежная до неправдоподобия скатерть на обеденном столе, компакт диски с Гайденом и Дворжиком, и непременные кавка с Зюськиндом на книжной полке. Здесь же он обнаружил водку в замызганном стакане, пару ворованных на рынке дохлых кур, шибающий с ног нестребимый луковый дух, а леповатый портрет полуголой девицы на стене и использованный презерватив на мусорной куче в углу. В общем, так. Рубанул ладонью воздух аглоедов, отчего по кухне снова пронесся ветер. Решено! Любишь ее? Живи! С сегодняшнего дня ставлю на довольствие. Задарма тебя и дрёновож кормить, конечно, не будем, но, да это все фигня, отработаешь. С институтом с этого дня завязываем, будем делом заниматься. Нам, ученых, шибко много не надо, нам и Таньке, ученые, хватит. Таньку прокормим, это без базара, а ты ко мне в помощники пойдешь. Работа — дело плевое, то даже человек с высшим образованием справится. «Ноги направо, кишки налево, субпродукты в продажу!» Хе-хе! Он развеселился, играючи оторвал голову и второй курице швырнул ее в угол. Хи-хи-хи! Подобосрастно захихикала жена. Но Глоедов глянул на нее так, что она захлебнулась собственным смехом, умолкла и постаралась делаться совсем уж незаметной. Обладая на волшебным даром растворяться в воздухе, тотчас же с удовольствием превратилась бы в пар. А Танечка медленно дозревала. Первый шок уже прошел. Она обнаружила, насколько далеко зашел розыгрыш и решилась, наконец, восстановить статус-кво. «Хватит!» решительно объявила она. И больше ничего сказать не успела. Заподозривший бунт на корабле Глоедов сгреб своей огромной лапищей миниатюрную девичью головку, которая в его ладони поместилась едва ли не целиком и рявкнул. «Не трындеть! Тут все, по-моему, будет!» Кирилл дернулся. «Что?» Повернул к нему лицо Глоедов и зверски завращал глазами. «Сказать что-то хотел!» Он играл мастерски. За эту роль ему можно было дать Оскара. Даже я, находясь в укрытии и зная, что на самом деле происходит, испугался. У Кирилла был один единственный выход — ретироваться. Так мне казалось. Но вместо того, чтобы убежать, он вдруг произнес срывающимся юношеским голосом. «Я уважаю вас как Таниного отца, но если вы тронете ее хотя бы пальцем...» «Что будет?» Неосторожно осведомился Глоедов. «Я не позволю!» Вообще-то петух сам был виноват. Не вовремя вышел из своего укрытия и оказался рядом с Кириллом. Парень его и не видел, как мне представлялось. Просто петух под руку попал. И Кирилл все сделал автоматически. Он был так взволнован, что вряд ли понимал, что делает. Ни с того ни с сего вдруг ухватил живого петуха и оторвал ему голову. Просто свернул. Брызнула кровь, завершала Танечка. А Глоедов вдруг закатил глаза, постоял мгновение, будто в нерешительности, да и хлопнулся в обморок. Слабоват оказался. Это ему не над дохлыми курицами измываться. Кирилла потом все-таки отпаивали валерьянкой. Он нервно смеялся и все время бормотал. «Я же думал, что это всерьез, что это действительно Танин папа». Настоящие родители Танечки находились рядом, и на их лицах без труда можно было прочесть раскаяние. К нам на передачу письма с предложениями кого-нибудь разыграть пишут по самым различным поводам. Кто-то хочет посмеяться над близким родственником или соседом, кто-то просто мечтает увидеть свое дитя на телеэкране, а некоторыми движет банальное желание подзаработать. За участие в съемках мы выплачиваем неплохие деньги, и телезрители об этом знают. Танечкины родители хотели всего-навсего сделать первую встречу с потенциальным зятем, незабываемой для всех. Кажется, это у них получилось. Действительность превзошла все ожидания. Не каждая встреча с будущим тестем и тещей заканчивается валерьянкой. «А девушка чудо как хороша», сказал я. «Мы втроем, я, Илья и Светлана ехали в деминской машине. Сегодняшняя съемка прошла успешно, настроение у нас было преотличнейшее, и я подначивал Демина. Про девушку я именно для него сказал, потому как тяга Ильи к прекрасному полу была известна всем. «Это ты о Татьяне?» заглотнул наживку Демин. «Вот именно», с готовностью подтвердил я. Илья оторвал взгляд от дороги, посмотрел на меня взглядом, каким обычно смотрят взрослые люди, на несмышленую ребятню и важно сказал «Ничего особенного». Мы со Светланой переглянулись, потому что это никак не было похоже на Демина. Можете представить себе кота, которому подсовывают какую-нибудь вкуснятину, свежую рыбку, к примеру, а он нос воротит. Почти невероятно. Вот и Демин сейчас как бы на рыбку не среагировал. «Заболел, что ли?» «То есть она не представляется тебе привлекательной?» С максимально возможной кротостью осведомилась Светлана. «Видишь ли, крошка?» Покровительственно ответствовал Илья. «Банальная привлекательность — это то, что может заинтересовать только человека молодого, неискушенного, такого, например, как Женька. Женька, к вашему сведению, это я. А человека, умудренного каким-никаким житейским опытом, интересует нечто другое», продолжал Илья. «Мы со Светланой опять переглянулись». «Что же, если не секрет?» спросила Светлана. «Сама подумай». Туманно ответил на это Илья. «Я уже было решил, что это он просто выпендривается перед нами, столь незамысловато реагируя на наше подначивание». Но тут у Ильи в кармане затренькал мобильник. Демин поднес трубку к уху, произнес дежурное «Алло», а уж потом замурлыкал так, будто это и не Демин был, а какой-нибудь мартовский котяра. Вот бывает так, что сходу можно определить, с кем человек разговаривает по телефону. Демин сейчас разговаривал с женщиной. Не женщиной-коллегой и не женщиной-компаньоном, а с женщиной. «Вот и пропал наш Демин», прошептала Светлана. «Кто бы мог подумать? Я тоже оценил неординарность момента. В принципе, любой мужчина, говоря о женщине ласковые слова, заведомо проявляет неискренность. Он плетет словесную паутину, охмуряя женщину с одной-единственной целью, которая известна любому из вас, если вам уже стукнуло 15 лет. Вы трезво смотрите на вещи, и с умственным развитием у вас все в порядке. В случае с Демином это правило было возведено в абсолют. Он редко говорил красивые слова, а чаще банально и неизобретательно лгал. И мне иногда, если я вдруг случайно становился свидетелем разговора Демина с его очередной пассией, даже казалось грешным делом, что вот сейчас, договариваясь с женщиной о встрече, Демин в уме просчитывает, а не опоздает ли он на встречу следующую, назначенную еще раньше. И что-то такое, наверное, иногда начинали подозревать и его собеседницы. Они нервничали, а Демин лениво пытался развеять их подозрения, настолько лениво, что было понятно, ему на все наплевать. Вот бросит сейчас женщина телефонную трубку, а он нисколько по этому поводу не расстроится, и мгновенно об этой дурехе забудет, потому что она у него уже одиннадцатая по счету в этом месяце, и сто двадцать восьмая, если считать, с начала года. Но не то было сейчас. Демин мурлыкал в трубку так истово, словно здесь и сейчас решался вопрос его жизни или смерти, и если вдруг, не приведи, господи, конечно, эта неведомая мне женщина осерчает и бросит трубку, Илья тотчас же выйдет из машины и утопится в Яозе, по набережной которой мы сейчас как раз и проезжали. «Хорошо, милая», промурлыкал Демин, «я буду у тебя через тридцать минут». «Это называется «Мы едем к Демину домой». Как раз собирались посидеть у него и обсудить нашу следующую съемку. Там подготовка серьезная и вопросов масса». «Какого черта?» сказал я, когда Демин закончил разговор. «Мы уже не едем к тебе?» «А?» невнимательно отозвался Илья и посмотрел на меня невидящим взором. Он так медленно возвращался к действительности, что я понял, дела его плохи. «Как ее зовут?» поинтересовался я. «Мария!» с блаженной улыбкой пробормотал Демин. «У обитателей Кащенко бывают такие улыбки». Мне, по крайней мере, именно так всегда и представлялось. «На дорогу смотри», пробормотал я. «Разобьемся!» «Пропал мужик». Вот и встретились два одиночества. Илья, Демин и просто Мария. «Сладкая парочка!» Я видел, как Светлана покачала головой. Не верила, что все так серьезно. Слишком хорошо она знала Демина. «Женька!» пробормотала Илья, постепенно возвращаясь к жизни. «Я все помню. Мы едем ко мне. Ничего не отменяется. Вы со Светкой меня подождете часок, кофе попьете, а я ненадолго». «Ну ж, дудки!» запротестовала многоопытная Светлана. «Я поехала домой. Остановил метро». «Да ты что?» закипятился Илья. «Я же говорю, час, один час, обещаю». «Остановил метро». «Черт, побери!» осерчал Демин. «Ну что ты за человек такой? Ты можешь понять, что у меня сегодня все решается?» «Вот и решай», сказала Светлана мягко. «А завтра встретимся и все наши рабочие вопросы обсудим в рабочей обстановке. Договорились». «Женька!» обернулся ко мне Илья. «Но ты-то мне веришь?» «Если честно, то нет». «Но всегда ли мы отвечаем честно?» «Да», кивнул я. «А что я еще мог ему сказать?» «Спасибо», с чувством произнес Илья. «Ты настоящий друг, не то, что бабы эти». Светлана даже не обиделась. «Когда общаешься с Ильей Деминым, обижаться бесполезно». «Светку довозим до метро», обрисовал диспозицию Илья. «Тебя я высажу у своего дома. На, держи ключи. Поднимешься ко мне в квартиру, а через час я приеду. Если я опоздаю хотя бы на минуту, Женька, можешь считать меня сволочью».